Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады по-настоящему роду видеть всех вас на нашем замечательном проекте «Ступени Держина Павловичного Государства». Вот сегодня, вы знаете, у вас уже сложившиеся доллые традиции на этой прекрасной гармонической сцене будут выступать музыканты самых разных профессиональных звеньев. От первоначального владения игрой на музыкальном инструменте вышел в высшие ступени внимания музыкального искусства и владения мастерством игры на своем любимом инструменте. И мы очень рады, что этот проект вызывает такой замечательный резонанс у вас, у публики, потому что именно ваша поддержка и ваше вдохновение, терпение родителей, талант педагогов умножает профессионализм наших музыкантов. Мы с вами в действительности сегодня видим, как развивается и на каком уровне высоком находится баловайшная школа в Белоруссии. Ну а имя музыканта, которое сегодня возвышается на нашей встрече, это своеобразный символ нашего сегодняшнего вечера, это имя, которое сегодня дает нам особый знак высокого качества, мастерства и профессионализма. Имя Павла Ивановича Нечиполенко, старительница дня рождения, на котором сегодняшний раз отличается музыкальной общественностью и, безусловно, очень важно для нашей музыкальной культуры и для нашей сегодняшней встречи. Павел Иванович Нечиполенко, думаю, что те из вас, кто уже воспитывает юных баловайшников и те, кто любит музыкальное искусство, безусловно, знакомы с этим именем и с его значением в истории музыкальной культуры современности, потому что это блестательный вердуоз игры на баловарке. Он остался в истории музыкальной культуры как музыкант, бесконтронистно относившийся высоко к своему инструменту, который всю свою жизнь служил искусству, был предан музыке и пронес через всю свою творческую жизнь особый заряд энергетический импульс любви балалайки. В истории музыкального искусства Павел Иванович Нечиполенко вошел и как исполнитель, и как мировог прекрасный, дирижон, и композитор. И сегодня от нас на экране вот такой творческой деятельности мы будем с вами вспоминать, интуистрировать в нашем концерте. И это будет подтверждаться исполнительским мастерством наших замечательных музыкантов. Но в своем свидетельном слове мне бы хотелось еще почернуть мысль о том, что у всех современников, тех, кто слышал игру представителя Павла Ивановича Нечиполенко на режиме его творческого мастерства, потрясал звук его балалайки. Звук сильный, звук яркий, даже гипнотический. У балалайки Нечиполенко было свое лицо. Его даже, как и называли, «Нечиполенкоская балалайка». Вы знаете, сегодня средство массовой информации, особенно замечательная такая виртуальная сеть интернет, позволяет нам увидеть вот эти архивные записи и, может быть, отчасти получить тот процент энергетики, которую шла от этого музыканта во время его исполнения, произведения и с архивом, и сольна. Поэтому, особенно для юных музыкантов, который сегодня присутствует на сзади, желаю вам, чтобы после этого концерта, если вы еще не видели, обязательно попросите родителей, чтобы они вам показали, как играл Павел Нечиполенко. Музыкант, который пронесли на балалайки по всему миру, в течение своей будущей деятельности он представил сотни и сотни концертов в разных странах мира. И надо сказать, что через игру Нечиполенко публика просто узнавала, что такой весь инструмент балалайка. Потому что в ранней прессе в 50-60-х годах в американской прессе в Латинской Америке, в Новой Зеландии и в Японии появлялись заявки, где вышел просто описание на каком-то треугольном инструменте. Он догонял так, что заставлял плакать в бублику. Мы называли сам безумным тигром. И называли его Кореодором, который своей игрой мог покорить Харнен, исполняя свою фантазию, исполняя фантазию Харнен, его обере «Желжи Безе». Он как Кореодор покорял этого класса на ВГА. Ну, образ такой, взят, музыки. Павел Нечиполенко – предстательный профессор Внесинского института Академии музыки имени Внесиных. И до сих пор, потому что ушел он из жизни в 2005 году, не так давно, как в давнем времени, ученики, выпускники класса этого предстательного мастера, которых он выпустил за всю свою надоленную деятельность, а не с особой гордостью и звания учеников Нечиполенко. Любя, они его называли, называют любым мэтром, музыкантищем. Любили его, уважали. И вы знаете, сам Павел Иванович действительно своим вдохновением и своим таким блистательным педагогическим талантом смог просто зажечь искру в тех музыкантах, которые к нему приходили. Я только зацитирую вам два предложения, которые любил повторять Павел Иванович, и которые действительно нам показывают вот эту силу вдохновения его педагогического мастерства. Он говорил, я живу музыкой, и четко знаю, что хочу сказать ей, своим студентам и ученикам, передать мне то, что подчеркнул от своих учителей и нашел сам. И вот дальше очень важно. Надеюсь, что они передадут накопленный мой опыт дальше, прибавив частицу себя. Как вы знаете, очень важно, чтобы каждый педагог к тому, что он получил, добавлял еще частицу в себя. И мы вот в нашем замечательном педагоге сегодня видим, будем видеть эту приветственность поколений. И радостно, что у нас в Мелоруссии живет шпора Чаполенко, и на протяжении многих лет у нас работают выпускники его класса. И поэтому с огромной радостью и честью мне хотелось бы пригласить на эту сцену для вступительного срока выпускника по аспирантуре в Местнинской академии у вас у группа Павловича Чаполенко, кандидата искусствоведения, доцента, доцента Мелоруссии в Местнинской академии музыки Валентина Михайловича Щербаката. АПЛОДИСМЕНТЫ Играл музыкffe, его деятельность, в Павловиче с 1916 году за Украину, в семье ММК. Семья была очень модыальная. Его собственного играли на этап, он на Павловии и его враговали на Мандолинина, и в среднененном академии. А отец играл на гармоники, играл в 10-5. Это говорит о том, что его жизнь начиналась в очень хорошем музыкальном среде. Это, по какой-то мере, определило то, что будет дальше в его жизни. Он начался познать музыкальную жизнь, Перчик. Это ему тогда было где-то, сейчас скажу, 15-16 лет. Он в первую очередь выступил, публично выступил, как победитель по конкурсам самодеятельности. Играл в жарко шмолки, играл в оборудовании Забавкотова. И это был жарко, которое определило его дальнейшую судьбу. Дальше, про это что получилось. В 1932 году, это ему было, значит, 16 лет, надо было определяться. Он так хотел, как говорится, не надо забывать, но семья, родители были против этого. Почему? Потому что у людей этого поколения, несмотря на то, что они с интересом занимались музыкой, у них, у всех с того времени было очень распространенное, пренебрежительное отношение было. И сейчас, слава Богу, это было очень сильно, очень распространенное. Отношение к нашему инструменту изменилось. Нас стали уважать. Нас стали интересы. Это очень, очень отрадно. И Павел Иванович, и все его, и все вот карты, которые работали в 20 веке, ощущали вот это отношение, скамароческое отношение к Балайке. И он это ощущал, и человек ворожал. Понимаете, этот инструмент был явно на души. Вот. И, например, он приезжал, он же работал на очень высоком профессиональном уровне. Отдавал свое свидание кому-то делать. Выходил туда, в полупустой зал. Вот что, он разочаровывал, страшно расстраивался, страшно, я не могу запустить. Вот. И поэтому, и поэтому вот это отношение, конечно, очень влияло на то, что было дальше. Ему пришлось поступить в маяковское училище. Он, когда получился в училище, его пускало в Балайке. Учился, закончилось в училище. А дальше все-таки ему это было. Друзья сказали, езжай-ка ты единорад и занимайся в Балайке. Так он у него поступил. И в 1934 году поступил в Питерское Ленинградское Музыкальное Училище. Вот. И начал училициальное училище. Я знаю, как ему, представьте, украинская провинция, в Питербу, в Ленинград он тогда называл. Это был очень большой контакт. Там был чрезвычай намного интересного в Музыкальном Училище. И это его захватило в большой степени. Он стал таким образом интересоваться. И стал очень заинтересован заниматься местной стерей. Никакой стерей не заинтересован. Он играл настолько ярко, что уже со 2-го курса он стал выступать в застолье. А с 3-го курса он стал педагогом конструктором в том же училище для будущих студентов. Он такой же выступил. И это было имело очень большое значение для его дальнейших студентов. Он благодарен за своё педагогу и доброту, на которую он учил его. И именно в училище он в одну и стал готовиться в том, как наилучший и профессиональный образователь. В связи с этим он начал заниматься именно училищем и в том, как наилучший и другие произведения. Он за ним его подготовил всегда в дальнейших коллеги. Он за этот момент работал педагогом. Педагогом в училище и у него учились многие училищи, которые сейчас в данный момент не полагают. По времени. В 1908 году он откончил училище и поступил конструктором. И так ему пришлось учиться на отделении хаологических жиров. Другого пути не было. Другого пути не было. И он начал работать. Другого пути не было. Здесь мы с этим приедем на работах. И он работал в училище, и тем, которым он занимался на училище. И с этим мы работаем, в таком اللouthernском училище и училище. И училище. И у него училище. Училище. С училищам. Он усмотрен и дополнительный инструмент. Он дает, а совершенный метод. И так он не так говорит. И он так поделил первое агентство, получил первое агентство вместе с Николаем Петровичем Ходьковым. Вот что произошло. И вот это он определил его в дальнейшем дальнейшем студии. Дальше у нас было, что он стал растролировать, и он одновременно растролировать, и здесь он занимался теоретическую работу. Но вот тут у нас летела отличная война, именно это мировая война. Дальше у нас был агентство, 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 агентство. Вот. И это таким образом у него начало вот эти военные годы. После войны, после войны он остановился в Конституции. И в 1951 году он закончил с отличием Конституции. И он был создан растролировать в окладном маке, в окладном маке. И он был представлен в руководитель архестрового имени Андрея, и он дирижевом эту архестрового архестрового имени Андрея, и он стал архестром архестрового имени Осипова. Он сотрудничал с Петровичем Узимом. И он был очень интенсивным, очень много, как я говорил, за рубежом. Он и Белоруссии не видал, а потом отдельный городок. И в 1957 году он становится преподавателем института «Мини в месяц». И потом он стал посвязывать, он пришел к профессору. И в этой должности он проработал в этом направлении в месяц. Вот что можно сказать нам о его биографии. По дефекту он остановился только на его остановлении в месяц. Он был, прежде всего, он был исполнен лично. Исполнение справедливости, то есть изучать элегантская акцию. И вот здесь, надо сказать, что он не интенсивный. Очень высокого мастерства. Уже известного. И единственного стоит спорта. Хотя его уже нет. Вот. И это, конечно, не было очень большого и общества. Исполин Баруси, очень любил играть в Беларусь. Очень любил. Он не животным. Приезжал в Беларуси и было его настроено поездить по всей Беларуси. Это было не животным. Вот. Вот что можно сказать о его процессе. Он был педаломом. Педалом он стал в 15-ти лет. Сначала был самодельный пушкаль, а потом он начал работать в медицинской школе. И вот здесь человек получил замечательно ответственность. Если он должен был учить, он должен был учить в самом высоком уровне. И вот тогда, скорее всего, самодельный пед был складываться в очень серьезное отношение к тому, чему он занимается. И вот то, как пекать на обороте, это он определил и руководство, а другой он объяснит это, показатель. И здесь вот его работа находилась на очень высоком уровне. И где бы он ни преподавал, или в музыкальном училище, или в физическом умении. Это очень важная вещь. Потому что кашки это можно сказать. Можно пораживать. У меня, где-то лет 20 назад, в 15-м, была встреча с известным всем нам малайшим, профессором, именем не очень длинным. Если бы он был длинным, я не знал, но именем не очень. Так. Таким образом происходит, ну то образование не оборвали. Что он мне сказал? Он мне сказал, что на оборудовании, что на оборудовании, сами индивидуально. Ну так, по сути, мы могли бы подумать, как он. Правильно, это не очень. И поэтому, я думаю, что Павел Ивановича физическое иначе-то. Его физическая работа без конца была запровождаться. Вот исторками передовалась. Представляете, он всегда очень-очень подробно объяснил и требовал, чтобы те, кто у него занимались, усваивали основные передоводы. Вот эти основы. То есть это то основание у него на научном уровне. Хорошо он работал и годовым, и руку всего организма, и исполнителя. И это служило ему очень важным причинами преподавания. И именно поэтому его ученики продолжали. Дальше везли, вот так, как вы делаете, пожалуйста. Дальше везли вот этот другим ученикам. Вот это было присущим Павел Ивановичем. Он стал главным правительством Советского Союза, он стал профессором и имя, конечно, очень важно работать. Дальше он, любой виртуал, был чрезвычайно виртуозным и разнообразным. И он создал самую силу виртуознейших произведений. Велоруссии может произведение базы для молодежи. Вот так вот, для демоновки отшивания, это личное движение, потому что у них вторая листья, и с поляшки это могут перечислиться. И вот это сделано для его мастеров активов власти. Опять, скажу еще раз, что для Беларуси, это было очень большое значение. Если сравнить, как играли на баллах до полных, как играли на баллах в 25-26 годах, это было единственное, какие-то случаи, если именно баллах, например, так, в полноцах. Играли на баллах. Очень, ну, плохо, наверное, между буквами. Очень, в кругом с буквами сейчас, и на политике. Играли на телегаме сейчас, в общем-то, наши наши решения for sure to talk about that, и в общем-то, владеет информационно по акцепу. Им есть, что продолжить дать. И этот пример очень хорошего. Играли. Очень прощая, раздумался Павел Дубакович. И я, как его ученик, очень старался перенести презентацию к ученикам, которые учились у меня. И я напоминаю, что то, что я дала, это имеет какие-то плоды, два реальных порядка, то, что вы ничего не хотели, а не очень много, и он института работы, вот эти его родные проекты. И исполнительство, и передачи исполнительного опыта. Вот, что можно работать с замечательным человеком. Я хотел бы, чтобы его произведение звучало, конечно, почаще, его переворачивали. Например, я хотел бы, чтобы его искусство звучало, и мой искусство, и его проявления, и все время присутствовало в сей день. Вот, что я хотел бы сказать. Дорогие друзья, и если я хочу начать изучение концерта, которые, благодаря нашему студенту, они уже рвутся на сцену. И мы сейчас с вами действительно будем погружаться в этом музыкальном искусстве и профессиональном искусстве. Позвольте, позвольте, позвольте за истинней благодарность и поддержайте выражение вашими профессионалами. Творческому руководителю проекта Ступени. Человеку преданному, потому что своей мысли нет, и служащему искусству. Энтузиасту, зато я осуществил этот проект уже в достижении второго года, и уже с вами чувствую, что этот проект дал на жизнь, и он будет продолжаться. Ваши аплодисменты надеюсь, сурок, доценту ЦАПЛЮ, музыкального консердента, Государственной академии музыки, доценту и дипломанту Всероссийского конкурса, Марине Викторовне Ену. И еще, наш проект обретает уже свой символ и свой знак, вот такие замечательные эмблемы по нашему сегодняшнему проекту, и это будет уже традиционно, получит каждый исполнитель, и это останется доброй памятью, которую вы можете передавать потом из поколения к поколению. Итак, мы начинаем нашу концертную программу, и я продолжаю на эту сцену образцу ансамбль «Балалай», «Золотая горка», детский музыкальный жилой дискусс, номер один, имени Александровской города Линска. Судорский руководитель коллектива Михаил Душинский, партия «Золотая горка» и Иван Душинский. В исполнении коллектива проскучит на звука номер три Владимира Андреева. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 ЭТО будет первый выход на такую большую, серьезную концертную площадку. Поэтому мы просим, чтобы вы особо на поддержали этих музыкантов. И, в общем, будут высказаны слова благодарности педагогу, в классе которого занимаются эти ребята, и я буду представлять их по вере выхода на сцену. Итак, встречайте учащегося филиала Дружинской детской школы «Искусс». Поселка Зазерка – Василий Кривака. В классе преподавателя Андрея Михайловича Кириченко партия фортепианов будет звучать в исполнении дипломанта международного конкурса Санны Саборской. В исполнении Василия прозвучит сочинение Кирпенко «Веселый музыкант». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Играет музыка 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 Учащийся в том конкурсе, учащийся в том конкурсе, Денис Сочинка. В классе преподавателя Наталья Александровна Купанова, партия Купляна Луяк из народных конкурсов Светлана Кемина. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok